итак давайте начнем тема сегодняшнего вебинара это продолжение предыдущего вебинара а именно детские инфекции первые первая часть которую вы уже я надеюсь слышали или видели ролик выложенной ютюбе была посвящена чему по сути дела объяснению по какой причине я призываю вас относиться запредельно настороженно к фарм препаратам избегать самолечения и как бы это ни показалось вам странным выбирать жаропонижающее лекарство для вашего ребенка желательно и для всей семьи но в первую очередь для детей тогда когда вас мирное время ничего не горит не кипит никто не болеет и в плановом порядке обсуждайте с педиатром приносит ваш ребенок температуру до 38 градусов например 37 9 с какого уровня уже нужно ее сбивать обычно для практически здоровых детей это 38 градусов выше нельзя и взрослым также но есть дети у которых есть повышенная судорожная готовность которая например при 37 с половиной при такой температуре у них уже могут быть фибрильные судороги то есть судороги связаны с повышением температуры тогда такому ребенку нужно удерживать вот этот верхний предельно допустимый уровень температуры в том коридоре который вам укажет доктор если 37 5 и выше нельзя значит это именно так и лекарство которое вам подходит от температуры дозировка выбирается врачом подбирается вам это лекарство и вы знаете когда его применить как бы это странно не звучало но когда уже все горит кипит и температура сбивать любыми методами доставать из морозилки все что у вас есть прикладывать голове конечно правильно это способ охлаждения мозга самое страшное да гипертермия мозга это правильно и другие физические методы охлаждения вам должны быть тоже доступны но подбор лекарства это дело мирного времени когда у вас есть достаточно времени чтобы проверить что думает один врач другой третий и выбрать мнение которым понравится больше всех жаропонижающие не должно быть не аспирином не анальгином не парацетамолом причина по которой это не аспирин вам должна быть хорошо известна с прошлого вебинара но и вообще по жизни мы с вами говорили буквально на прошлом вебинаре о синдроме рэя о том что слишком много произошло таких ситуаций когда вирусная инфекция у ребенка в сочетании с аспирином дала резкую поломку в биохимических процессах в митохондрии и это дает отек мозга и отказ в работе печени то есть печеночная недостаточность и энцефалопатия два энерго зависимых органа одновременно по одной и той же причине по причине поломки процессов окислительного фосфорилирования митохондриях вызванными вызваны эти процессы одновременно двумя повреждающими факторами вирусной инфекции и аспирином и это к сожалению 50 процентная летальность каждый второй погибает и остановить синдром рая невозможно можно по синдром на пытаться скорректировать нарушения которые возникают это дело высоко профессиональных врачей узкоспециализированных реаниматологов детских это высокотехнологичная помощь которая не в каждом поселке не каждом населенном пункте будет оказана к сожалению а вот аспирин почему зря пихать куда надо и не надо и прошлый вебинар я совершенно осознанно начала с двух прекрасных роликов когда милые домохозяйки у которых были большая подписная база и сумасшедшее количество лайков на ютюбе на ютюбе ничтоже сумняшись эти две милые дамы пихают аспирин почему зря в огурцы консервируя их мотивирует тем что не срывает у любого нормального специалиста срывает крышу когда он видит это безобразие это полное безобразие когда лекарством злоупотребляют я объясняла вам про странные как могла что лекарства это опасность их применять может только в крайнем случае и это тот тот момент вашей жизни когда-то клинический клинический эксперимент и вы не можете знать заранее чем он закончится поэтому еще желательно к синдрому рея который может стоить жизни надо добавить относительно более благополучное состояние сколько может быть благополучной астма аспириновый отряда это непереносимость аспирина полипы в носу бронхиальную астму бронхиальная астма на почве приема аспирина даже первого приема даже неосознанно теми же огурцами можно накормить ребенка или взрослого получить астму так вот бронхиальная астма аспириновая может протекать без этих дополнительных симптомов при нет синусит полипы носа без понимания человеком который болеет что с ним происходит и даже без осознания где он этот аспирин взял учитывая специфику домашней консервации призываю вас в полной мере проникнуться этой простой идеи что каждая встреча с новой для вас инфекции это практически в ста процентах случаев болезни исключение то дети на грудном вскармливании которые получают готовые антитела как правило вместе со всем коллективом не болеют если в семье много детей один из них грудничок то именно этот один не будет болеть ни свинкой не ветрянкой если он получает мамина молоко заболеет потом когда молоко закончится и он с этой инфекцией встретиться но каждая новая инфекция это к огромному сожалению наша с вами ежедневная жизнь и считать что по поводу каждой новой инфекции на хвататься за аптечку и пожирать лекарства сумасшедшими количествами не включаясь в процесс понимания как это работает чем это грозит чем это может в итоге вылиться очень опасно поэтому хочу сказать что каждая встреча с новой инфекцией она обязательно произойдет и мы рано или поздно обязательно заболеем будем сопливить будем кашлять будем температурить будет болеть горло это нормально например при гриппе или при другой респираторной инфекции болеть нормально что дают добавки добавки дают нам шанс на саморегуляцию самовосстановление на процессы самозащиты они были в наш организм заложены задолго до тех пор как возникли антибиотики как возникли синтетические жаропонижающие был синтезирован аспирин и иже с ним то есть эти процессы самовосстановление саморегуляции самонастройки присущи каждой живой клетке даже амеба способна к этим процессам что уже говорить а так тонко и сложно и уникально устроенной системе под названием человек мы гораздо более тонко устроены и у нас больше шансов самонастроиться самовосстановиться но вопрос в том что все добавки которые я прошу вас применять по поводу детей можно применить таким образом первое в мирное время тогда же когда вы спрашиваете педиатра каким лекарством сбивать температуру если она попрет вверх как долго это лекарство пить в какой дозе конкретно нам и почему оно подходит нам оно не должно быть не аспирином не анальгином не желательно парацетамолом про анальгин парацетамол я рассказывала много и долго на предыдущих вебинарах буквально на прошлом про аспирин и так от вас требуется в мирное время начать принимать добавки которые вам помогут просто кормить вашего ребенка вы даете ребенку вы постепенно их вводите в рацион ребенка и вы убеждаетесь том что это хорошо работает а когда вы заболеваете вы меняете способ их применения например коллостром это не просто капсула смешанная в чайной ложке йогурта или например вы взбиваете смарт мил и в эту порцию которая четко гарантированно выпьет ваш ребенок вы подмешиваете капсулу коллостром и ваш ребенок идет детский коллектив школу в институт на работу куда угодно он идет с утра туда куда ему надо назвать это как угодно я называю это выход в очаг инфекции и это будет справедливо школа вуз рабочее место транспорт просто улица это очаг какой-то инфекции возможно новый для вас и так вот этот самый коллостром уникальная вещь которая усилиями менеджмента компании на спи есть на украинском рынке это реально очень большое счастье я хочу спросить вас напишите просто плюсики или смайлики у кого из вас реально есть доступ к этому супер продуктам чтобы я понимала с какой аудитории я говорю то есть неважно вы живете на рынке украины или нет вас доступ к чистому коллострому есть слава богу радуйтесь просто радуйтесь изо всех сил по той простой причине чтобы абсолютно не токсичная вещь абсолютно безопасная токсичность на уровне сухого молока сухим молоком чтобы отравиться над цистерну сразу съесть понимаете у одного человека нет доступа хотя укр нет но если вас почта укр нет значит вы на украине или вы выехали но хочу сказать вам что если вы находитесь за пределами украины а продукт вам и вашему ребенку нужен уровня директоров решайте вопрос чтобы вам при совместных встречах помогли когда директором где-то встречаются верхах один директор на ваш номер покупает привозит другой директор выкупает вам передать вы получаете баллы и платите деньги столько сколько это стоит по дистрибуторской цене и баллы ваши я знаю что на уровне директоров этот вопрос решается очень легко и просто на уровне лидеров тоже хочу обратить ваше внимание почему я позволяю себе понимая разницу в рынках что кому-то на российском рынке повезло колостром в который вложили потрясающие по силе иммуностимуляторы 5 капсул и вы забыли что такое грипп если если вы взрослый человек вам можно иммуностимуляторы вы не беременны вас нет аутоиммунных заболеваний и вы ели все что касается нсп в плане еды и питания и защиты организма хотя бы несколько лет вот так с места в карьер взять ничего с нсп из еды и детоксикации не попробовав выпить иммуностимулятор колостром иммуноспишные тоже можно но я против и почему я объясняла организм должен быть накормлен а потом простимулирован и простимулирован только если ему можно детям до 12 лет иммуностимуляторы не выдаются на иммуностимуляторах ставим точку возвращаемся к колострому который на рынке украины колостром на рынке украины это только чистый порошок молозива чистый в него не добавлены иммуностимулирующие компоненты по этой причине он допускается к приему даже грудными детьми из у них нет грудного молока маминого раз во вторых этот продукт очень хорош если вы выпускаете ребенка или взрослого в коллектив где есть инфекция а положа руку на сердце я вообще не уверена что существует где-то коллектива где больше двух человек и они не обмениваются инфекциями новыми друг для друга просто при элементарном контакте таком как вот вы сидите за одной партой человеком читаете одну книжку два лица смотрят в одну книжку и что вы не заражаете друг друга 30 человек детей сидят в одной комнате или сто студентов в одной аудитории она не проветривается и вы дышите одним и тем же воздухом вдох выдох вам и хеликобактер и вирус гриппа и что хотите и пштейн бар и все вытекающие подробности но хочу сказать что чистый коллостром годится для выхода в люди где в этих людях вы готовите встречи с инфекцией чистый коллостром прекрасно годится до первой линии защиты первый рубеж вы начинаете грипповать текут глаза слезятся течет нос начинают закладывать горло вы начинаете температурить увеличиваются лимфоузлы организм начинает бороться это абсолютно нормальное явление природы и тут чистый коллостром играет роль того защитника который уже на этапе когда вирус или какая-то другая инфекция допустим при стриптококковой инфекции это скарлатина например бактерии начинает размножаться да если вы чувствуете первые признаки заболевания или видите их в своем ребенке и далее уже коллостром у вас уже есть защита которая борется с этой инфекцией которая вас защищает вы имеете время ресурс временной чтобы выработать свои антитела и у вас есть материальная поддержка для иммунитета потому что отработавшие и антитела они не раскладываются до молекул как именно кислоты не сжигаются их можно перестроив опять впустить в бой то есть это еще питание для иммунной системы я напоминаю вам о том что чистый коллостром это огромный подарок гигантский подарок для людей у которых есть дети маленькие или не очень для людей у которых всегда есть риск встретиться снова инфекции сегодняшний вебинар посвящен детским состоянием связанным с инфекционным процессом да и некоторые из них я хочу осветить более детально но я напоминаю о том что чистый коллостром это ответ практически на все вопросы связанные с инфекционным процессом у взрослых и у детей исключение составляет туберкулез где мы защищаемся к сожалению b клетками и здесь действительно при туберкулезе нельзя давать вот такие антитела и рассчитывать что мы защитимся потому что при туберкулезе другой возбудитель по другому он нападает и там требуется другое белок кальций витамины флора лицетин и антиоксиданты в лице гриппайна это просто ремарка чтобы мы с вами понимали что туберкулез это тоже инфекция но другая другая и так коллостром чистый коллостром именно тот продукт который вам должен улыбаться с вашей полочки на том месте где раньше стояли лекарства положите коллостром и вы не ошибетесь эпид паратит или свинка очень интересная инфекция и коварная для мальчиков для мальчиков по той простой причине что около ушные железы около ушные железы поражаются вот этим вирусом парамиксовирусом в одной компании с органами которые по своей структуре похожи на около ушные железы а эти железки похожи на поджелудочную по своему составу то есть тут потребуется диета режим питания максимально разгрузить ребенка любого пола чтобы поджелудочную не нагрузить что вы с эпид паратита вышли без воспаления поджелудочная как правило если ребенок у вас был активно энергично не сильный мото свинка мешала скакал он по потолку по стенкам бегал был гиперактивный потому что нормального общения нет нормальной двигательной активности нет и вот здесь к сожалению ребенок который не вылежал не соблюл диету а вернее ему ее не помогли дома соблюсти очень часто выходит из эпид паратита с панкреатитом с воспалением поджелудочной и здесь мама не горюй хватает всем потому что одним из последствий воспаления поджелудочной железы будет уменьшение ее способности вырабатывать ферменты ферменты которые переваривают белки и жиры и углеводы но более опасно когда становится мало фермента перерабатывающего жиры тогда очень жестко нарушается пищеварение запор или профузные поносы то есть это очень неприятное состояние для ребенка в детский коллектив он вернуться не может и пропускает еще больше но не это самое большое зло не в этом самая большая печаль а в том что эпид паратит к сожалению прогнозируемо поражает в любом случае явно вы видите симптомы или скрыто когда вы симптомов не видите но поражение должно быть и около ушиные железы и поджелудочную и семенники у мальчиков то есть яички нервную систему поражает ну как вам сказать постольку поскольку вы можете заметить что ребенок гиперактивный что он непослушный что последние освоенные навыки ну например вас малыш который только-только например научился писать вот последние буквы которые научился писать перед болезнью он разучился уже их воспроизводить почему потому что короткая краткосрочная память то что не зашло в такую долгосрочную память она стирается при любой температуре при любой вирусной инфекции плюс еще этот парамикс и вирус имеет такую мерзкую тропность тропность к сожалению еще и к нервной системе поэтому хочу вам сказать что слойные железы это конечно неприятно на то пол беды поджелудочную беречь как зеницу ока беречь понимаете как святыню по той простой причине если однажды в детстве панкреатит случился и ферментов меньше 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 с каждым годом с каждым процессом возвращения к панкреатиту когда он рецидивирует клеток которые вырабатывают ферменты все меньше 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 пищеварение нарушается и это не только привязка к ферментным препаратам не только это еще к сожалению поломка в пищеварении вообще потому что если нет хорошего пищеварения достаточно количество ферментов нарушается микрофлора нарушается усвоение всего что мы съедаем и это очень большая проблема на будущее поэтому так вот свинка это не просто так оттопыренные ушки потому что раздулись слюны и железки это не просто так это очень серьезная инфекция слава богу она бывает раз в жизни но я хочу вам очень серьезно сказать что это повод не шею обматывать и эти опухшие щечки спрятать ну хочется прячь имейте право пожалуйста но это повод садить ребенка на очень хорошую диету и понимать что вы бережете поджелудочную которая в любом случае у вас при свинке пострадает явно симптоматикой или скрыто если повезет но она по-любому требует того чтобы ее разгрузили потом пожалуйста шоколадки выпечку всю вот эту сладкую вкусную соблазнительную продукцию убрать в сторону и на спе у вас есть вот тут солстик слимы на чернички который используйте по максимуму стевию по максимуму почему потому что она не только послабляет не только вытесняет собой сахар из вашего рациона насчет здравливает и печень поджелудочная это важно микрофлору оздоравливать это же вводить надо дополнительно насчет поражения половой системы мальчиков вылежать не гонять просто вылежать после перенесенного аппаратита стойкий иммунитет пожизненный обращаю ваше внимание что инкубационный период как у любой детской инфекции примерно от 11 до 23 дней какой-то такой средний средний арифметическая такое для детских инфекций для эпид паратита 11 23 остаточное явление к сожалению очень неприятны для мальчиков бесплодие атрофия яичек минимум которую можете сделать это вылежать максимум которого можете сделать я хочу чтобы вы меня услышали чтобы вы слушали меня сейчас очень внимательно я не говорю вам лишнего я говорю вам только то что считаю жизненно важным приучить своего ребенка кушать добавки и на спи пока он еще здоров и применять их именно тогда когда он заболел как мощная средства для максимально быстрого оздоровления поверьте это работает и случае когда вас накрывает такая волна как детская инфекция в лице свинки точно мальчику нужно кушать добавки но бегать и кричать что у нас архит воспаление яичек что нам дать из нсп мы готовы подписаться и все купить уже ну время вы теряете понимаете в чем проблема риск есть конечно поражение поджелудочной в плане диабета он невысок слава богу глухота к сожалению вирус в компании с лекарствами а на прошлом вебинаре он говорила как являются ототоксичными может дать глухоту понимаете не вирус сам по себе а вирус плюс вирус плюс аспирин это синдром рея вирус плюс ототоксичное лекарство это глухота вот что страшно мы не боимся лекарств мы боимся добавок которые по причине колебания курса национальной валюты зараза такая стоит дороже не важно что они стали дороже важно что вот эта зараза в лице паротита вашему ребенку не угрожает так серьезно и так страшно если у вас есть смарт мил чистый колостром хлорофилл и иже с ними что иже с ними все сейчас к этому вернемся и театропного лечения нет важной задачей является предупредить осложнение постельный режим не меньше десяти дней причем и мальчикам которым угрожает бесплодие атрофии яичек по причине орхита и девочкам у которых поджелудочная железа тоже наличество также как и у мальчиков вы лежать и раз уж вы валяетесь извините меня вы не тратите калории так вы пожалуйста сладкого не кушайте не злоупотребляйте сладостями не залезно не злоупотребляйте выпечкой диета лежите и кушайте себе диетическое питание с ограничением калорий желательно с максимальным щажением поджелудочной у мужчин без постельные без постельного режима в первой неделе орхит развивался в три раза чаще чем у лиц госпитализированных первые три дня болезни я не призвалась госпитализировать мальчика призвалась вы лежать для профилактики панкреатитов диета ну это пишет википедия но кто же еще напишет вам такие умные толковые вещи у вас в доме в любое время дня и ночи на понятном для всех намочаться вместе должна быть эта пара хлорофилл и серебро серебром вы начинаете одну неделю каждый месяц натощак поича свое чадо возрастной порции потом идет хлорофилл через 10-15 минут а если серебро вы не пьете в остальное время месяца натощак идет хлорофилл всегда независимо от того как колеблются курсы любых валют мира хлорофилл остается хлорофиллом супер ценным жизненно важным и обязательным для применения если у человека уже есть какие-то осложнения ему неважно вы не купили хлорофилл по причине колебания курса или вы выбрали например какие-то другие материальные блага они добавки когда просто это здоровье ребенка поверьте очень жестоко и очень жестко говорить ребята надо было начинать пить добавки пару лет назад где вы были это некорректная формулировка ответа я так никогда не отвечаю но каждый раз когда очень четко прослеживается что родители выбрали что-то другое они предпочли поехать на море оздоровиться они купить добавок на целый год вперед для всей семьи понимаете море это хорошо но если выбираете или или то идите в нсп и зарабатывайте и на моря и на добавки понимаете чем вопрос опять-таки светы давать можно страна советов это хорошо это прекрасно но нсп это та страна где есть реальные способы для воплощения всех ваших насущных целей в жизнь самая горящая целью любого родителя здорового ребенка хлорофилл каждое утро на тощак кроме той недели в месяц когда вас перед хлорофиллом заходит серебро это должно быть как боже царя храни потому что инфекций полным полно так же как и паразитов колострум чем вам поможет колострум в вопросе паратита ну во первых вы быстрее справитесь с вирусной инфекции с любой вам будет легче и я обращаю ваше внимание что может быть именно с украинского рынка и хочу обратить ваше внимание что в компании со смарт милом хлорофиллом с коллоидными минералами с полезной микрофлорой и с такими вещами как стевия обязательно и солстик слим обязательно там черничка плюс очень натуральный полезный подсластитель вы всеми этими методами возможными в компании на спи оздоравливайте поджелудочную печень и всю систему пищеварения вы минимизируете риски которые могут быть после заболевания эпид паратитом протеаза плюс для всех особенно для мальчиков особенно при риске который есть у мальчиков при свинке протеаза плюс помогает уменьшить остроту воспаления и уменьшить осложнения связанные с тем что могут воспалиться яички может быть архит воспаление яичек может быть их атрофия может быть бесплодие просто после свинки вот и к огромному сожалению профилактика здесь реально работает в отличие от попытки что-то исправить когда мужчина уже бесплоден ему уже несколько раз говорили об этом разные лаборатории говорят живых половых клеток нет в сперме ну нет в детстве тяжело переболел свинкой но в общем-то никто не занимался такими вещами как объяснение маме почему ребенку нельзя бегать ребенку нужно вылежать и по какой причине протеаза в компании со смарт милом колостером полезной микрофлоры хлорофилом помогает реально решить вопрос предупредить осложнения и повысить защищенность организма перед лицом любых инфекций любых проблем любые проблемы это в том числе ситуация при которой на волне вирусной инфекции вам цепляются другие инфекции и бактериальные осложнения значит бифидофилус и бифидозаврики должны быть вашими постоянными спутниками ребенок глотает капсулы бифидофилус капсулах и глотает бифидозаврики смарт мил это именно та диетическая пища которая вполне годится выдавайте ее ребенку вместо еды смело пока она вас лежит берете по одному или даже по полчерпачка полстакана молока и полстакана воды так разведите молоко чтобы легче было усвоить полчерпачка смарт мил это будут жиденькие легенькие коктейли которые ваш ребенок без труда со стороны поджелудочной усвоит это питание детоксикация мощнейшая защита при этом это минимальная нагрузка на поджелудочном отличие от макаронов картошки куриных бульонов котлет еще хуже колбасы чипсов сосисок фастфуда меня умиляет ситуация при которой ребенок который сидит дома не ходит в школу из-за свинки несется в ресторан здоровых нездоровый ресторан быстрого питания и вот эту нездоровую пищу поглощает в компании с родителями которые радостно ведут ребенка платят за это безобразие деньги просто чтобы ему скрасить жизнь скучно не было чтобы девочки скучно дома не было надо же его повезти туда гамбургерами и колой накормить когда это безобразие вижу я конечно не могу сказать верни больничный назад что ты с ребенком там дома сидишь если ты его макдональдс возишь так нельзя было говорить пока я работала практическом здравоохранении так нельзя говорить и до сих пор но по сути дела либо ребенок который борется с инфекцией он бороться еще на один фронт с родителями которые вы кормят гадостью который его отравляет сотрудничать с инфекцией невозможно объясните родителям заранее что правильное питание это навсегда особенно когда ребенок болен она имеет особое принципиальное значение ребенку лучше голодать пить один хлорофилл и достаточное количество воды чем кушать что-нибудь такое что его отравит и что его иммунитет окончательно добьет чтобы ребенок не голодал и получил все питательные вещества даже когда он не хочет эти вещества получать у него нет аппетита нет настроения ему реально трудно да дайте смарт мил это с удовольствием воспринимается всеми и детьми у которых повышенный аппетит и детьми у которых вообще нет аппетита и нет настроения кушать веселые прекрасные коктейли красивом стаканчике поданный с правильным настроением поможет вашему ребенку быть накормленным защищенным и более быстро выздоравливающим и так еще одна крайне неприятная инфекция крайне неприятная мононуклеоз значит мононуклеоз о котором я говорила на прошлом вебинаре прошлый вебинар который записан на ютюбе выложен он на нашем канале на ютюбе если ссылка нужна вы получите в конце вебинара нет проблем так вот мононуклеоз очень неприятное заболевание которое называется вирусом обштейн бар я напомню вам что вирус обштейн бар это и синдром хронической усталости и аутоиммунные заболевания и очень много чего еще мононуклеоз это как бы детская инфекция которая довольно неприятно она протекает длительно и после как бы выздоровления когда человеку становится легче он может еще носить в себе этот вирус и выделять его до 8 месяцев хочу вам напомнить что эта болезнь может протекать бессимптомно если человек достаточно хорошо защищает себя сам у него хорошо работает иммунная система он не отравлен не экотоксинами не воздухом мегаполисом не фастфудом не какими-то плохими мыслями то есть он постоянно заниматься детоксикации и питает себя хлорофилл смарт-милл гриппайн полезная микрофлора коралловый кальций лицетин омега это прекрасно на каждый день и это обязательно чтобы встретившись например с вирусом вызывающий мононуклеоз не заболеть а спокойно с ним бороться даже не выдавая на гора какие-то серьезные тяжелые симптомы легко перенести легко побороть вирус насколько вообще-то бывает легко скажем так без видимых симптомов без тяжелой симптоматики максимально легкой форме это возможно я напоминаю что носителями этого вируса в штейнбар является до 90 процентов взрослого населения так вот что вам требуется если вы знаете точно что вы заболели этой болезнью гриппайн обязательно мощнейший иммунокорректор мощнейший детоксикант мощнейший онкопротектор при мононуклеозе это важная тема на том что гриппа является иммунокорректором я хочу отдельно поставить ударение потому что это радиопротектор онкопротектор детоксикант еще больше я хочу подчеркнуть эти стороны приема гриппайна он обязан быть каждый день вашем рационе и вам упаковки хватит на целых три месяца не смотрите на колебания курсовых показателей как валюты колеблются смотрите на карты которая есть на сайте чернобыль.org.ua туда смотрите радионуклиды цейзи стронцы плутоний есть и по 2050 год они будут с таком количестве что не переждешь пока земля их сама переварит тем более что процессы самоочищения почв не идут так быстро как мы хотим мы не дождемся того дня того часа когда радиопротекция будет не актуальна для людей населяющих территории пострадавшие после чернобыль просто мы этого не увидим в своей реальной земной жизни и защита нужна каждый день и гриппайн как радиопротектор требуется каждый божий день но в ситуации когда мы говорим про мононуклеоз гриппайн приобретает еще более важное значение потому что он очень мощно поддерживает иммунитет это принципиально за счет теоловых групп которые входят гриппа in sh group он очень здорово питает восстанавливает и укрепляет иммунную систему при этом не обладая иммуно стимулирующими эффектами он не является иммуно стимулятором что принципиально важно и в отличие от эндол трикарбинола который построен на экстрактах брокколи цветка брокколи гриппайн который тоже их немного содержит так вот в отличие от эндол трикарбинола гриппайн должен быть применяем каждый день нашей с вами жизни без временных ограничений без курсовых каких-то ограничений курс приема гриппайна вся жизнь по одной таблетке в упаковке хватит на целых три месяца мононуклеоз это особый повод пить гриппайн можно продолжать по одной таблетке можно пить по две вы будете лучше себя чувствовать вот это интоксикация которые бывают при этой инфекции это тяжесть груз который вам на плечи лег он будет ощущаться гораздо более легким или вообще не будет ощущаться вы будете чувствовать себя лучше колострум чистый колострум к приему обязательно прямо на нуклеозе как бы уже цель охране потому что вирус обштейн-бара можно победить только такими методами специфического лечения этих инфекций нет нет лекарства которые вас спасло от мононуклеоза нет вы должны выработать в себе пока вы его выработаете пока ваша иммунная система настроиться начнет массово вырабатывать антитела берите готовое вы играете время вы не потеряете столько сил здоровья и времени вы выйдете победителем быстрее если с вами компания nsp и правильное применение и и суперпродуктов в лице колострума гриппайна и конечно хлорофила серебром подарка по-прежнему настаиваю на том что чистый подарка стопроцентный чистый только подарка и больше ничего в капсуле это украинский рынок российский рынок это подарка плюс иммуностимуляторы там не разгонишься пить каждый день а вот украинский очень даже можно каждый божий день пожалуйста предлагаю вам чистый подарка особенно приму на нуклеозе пейте только сколько сможете в чем момент при сколько вы сможете некоторые люди при дозировке там 8 и больше капсул начинают ощущать головную боль или состояние такое знаете когда слишком много кофе чек принял такое состояние избыточного прилива сил избыточного возбуждения подарка может так влиять значит не повышайте не превышайте указаны на банке компании порции и если вам допустим много даже двух капсул пейте хоть по одной я знаю людей это гипотоники которые пьют с утром по одной капсуле подарка им не нужно кофе именно не нужен даже солстик энерджи капсула подарка с утра заменяет кофе солстик энерджи все заменяет даже железо в капсулах вернее в таблетках почему ну что подарка это как раз вот та натуральная форма железа как в гранатах да есть источник железа таки подарка она принципе при малокровии прекрасно но приму на нуклеозе оно особенно важно потому что этот мощный ему на корректор смарт милл и полезная микрофлора приму на нуклеозе тоже жизненно важны по той простой причине что смарт милл это питание защита и детоксикация учитывая то что приму на нуклеозе увеличивается селезенка увеличиваются лимфоузлы в том числе возможно те которые в животе это мешает вы не сможете нормально полноценно кушать это будет дискомфортно значит нужно щадить пищеварение тоже по этой причине и пожалуйста все-таки легкое питание диета значит смарт милл в этом плане очень годится полезная микрофлора для горла которая быстро насадит насадится и будет защищать верхние дыхательные пути носа рота глотку от абифидозавры и все что вообще в организме можно заселить полезной микрофлоры будет заселено бифидофилусом ваша задача просто применять эти продукты гепатит а диета режим и нсп диета после гепатита должна быть очень длительная и серьезная исключается жирная жареная фастфуды вообще там много ограничений я настаиваю на том что гепатитом а можно элементарно заболеть бессимптомно и по этой простой причине просто периодически поддерживать печень щадить и вообще не злоупотреблять всем что ей вредит это очень правильно что ей помогает когда вы знаете диагноз ребенок явно вот контактировал с больным с гепатитом а и у вас такие симптом обращайтесь педиатру и помните что те же самые хлорофилл смарт милл лицетин это ваши первые друзья но к ним учитывая что вам потребуется диета и разгрузка периодически пьете лифгард например неделю вторую неделю вы пьете пищеварительные ферменты третий вы пьете например мелк тислы и четвертую например пьете серебро то есть вы пожалуйста усиливайте вот эту сторону приема продуктов компании на спи так называемым печеночными продуктами это мелк тисл лифгард пищеварительные ферменты которые помогают вам в том числе и легким желчегонным эффектом обладают они помогают вам уменьшить нагрузку на печень уменьшить мелк тисл можно постоянно пить без проблем лицетин с омегой желательно постоянно также как смарт милл и хлорофилл само собой грипп ну как же без него хлорофилл в этой ситуации играет очень важную роль я хочу процитировать собственный слайд собственного вебинара который был посвящен который был посвящен орзе хлорофилл конечно занимал первое место по той простой причине что когда требуется комплексное решение одной проблемы вырабатывается много медиатора воспаления огромное количество белков требуется быстрое размножение лимфоцитов и требуется выработка большого количества биологически активных веществ в этой ситуации конечно же вам потребуется что-то что собьет температуру детоксицирует это хлорофилл но главная задача ваша при этом не навредить не навредить и помнить что температуру не надо повышать выше 38 ни у ребенка не взрослого коллоидные минералы хлорофилл и и чай и солстик слим местного сьон тайфу помогут сбивать температуру до помочь защитным силам организма вы можете но применять иммуностимуляторы когда вы хотите сбить температуру и биостимуляторы недопустимо никакого солстик энерджи когда вы горите ваш ребенок температуре никакого алоэ как биостимулятор если вы вы не попробовали в мирное время и не уверены как реагирует ваш ребенок если вы сами при температуре вы не попробовали не начинаете давать ребенку есть сто процентов проверенные продукты в которых уверены все кто их применял в острой ситуации в спокойной ситуации они ведут себя во у всех одинаково во всех ситуациях нет индивидуальных различий хлорофилл у всех помогает сбить температуру на короткое время само собой это простите не анальгин который до 35 градусов собьет температуру и это минимум на 3-4 часа и эти 3-4 часа организм останется абсолютно беззащитный как говорил академик воробьев все люди которых мы потеряли в реанимации это люди которых мы при гипертермии хорошо полечили анальгином их иммунитет перестал бороться и мы их потеряли мы их перевели в лучший мир спасибо анальгину так вот когда реанимация бьется за жизнь человека это одно и применять лекарство потому что нет другого выхода когда человек дома он должен хорошо понимать что есть вот лекарство которое подобрали в мирное время с врачом его применять только при такой-то температуре и столько-то раз не больше а хлорофилл вы можете пить хоть ведрами хоть стаканами вреда от него никакого если вы боитесь то что он повысит вам свертанность крови уравновесить его омегой и будете абсолютно правы вопрос в том что хлорофилл действительно сбивает температуру на недолгое время ваша задача всю ночь у ребенка дежурить если вы хотите только хлорофиллом отбиться давайте вам достаточное питье прикладывать холод голове то есть вы инвестируете свое время свое внимание свои усилия если есть с кем раздежурить эту ночь попытайтесь или ставьте будильник где-то напоминалку в мобилку чтобы она возбудила эта мобилка каждые 15 минут но вопрос в том что это ваш выбор вы согласны пойти на такие жертвы там две-три ночи подежурить у у постели ребенка или нет грипп это еще в плане гипертермии не самая опасная инфекция еще впереди у нас тема такая как корь вот там гипертермия может длиться несколько недель между прочим и все это время жаропонижающими лекарствами к сожалению злоупотреблять вы не сможете это не 1 2 3 ночи то есть их нужно конечно будут применять нельзя позволять человеку гореть выше 38 не должна быть температура но хлорофилл как абсолютно безвредное безопасное и надежное средство которое методом детоксикации сбивает температуру понимаете не выключение иммунитета и защитных реакций бац и выключили вот анальгин так делает и это мне просто наталкивает на очень грубое высказывание смысл которого в том что лучшее лекарство от насморка от головной боли и плохого настроения это гильотина только анальгин это гильотина которая ничего не лечит тупо выключает защитные реакции и оставляет вас один на один лицом к лицу с очень большой опасностью хлорофилл не помогает бить температуру так надолго и так быстро как как анальгин но он убирает реально убирать связывают выводе токсины и вещества которые обладают вот таким гипертермическим эффектом которые повышают температуру связал вывел связал вывел сколько развели столько раз он поработал но 6 часов он не будет работать естественно он поборолся и ушел у него нет эффекта насилия над вашими защитными силами на вашем организме нет и у него есть эффект защиты детоксикации при этом это натурально потом эффект может быть очень краткосрочным 20-30 минут может быть и так а потом 5 температура погнала значит опять поить опять переодевать опять холод голове я знаю мам которые не могут применять лекарства ваш ребенок аллергик им прекрасно помогает продукт компании на спи все показано на этом слайде имеет прямое отношение к тому что прекрасно помогает чистый колострум если ребенок аллергик аллергена крови молоко привыкайте особенно важно в мирное время с крупиночки размером со спичечную голову в первую половину дня ребенку дали вот столько сегодня две спичечные головы завтра три после завтра привыкайте колоструму тоже можно привыкнуть и у вас если ситуация безвыходная и лекарства если применять вы не можете если такие ситуации то колострум привыкнуть можно нужно и необходимо в мирное время пока вы не болеете серебро и хлорофилл серебро не превышайте возрастных дозировок конечно же но вот эти три супер продукта потрясающим образом помогают идеально смешивать в один флакон да в один блендер вы наливаете молоко или даже воду швыряйте туда лицетин швыряйте туда колострум смарт-милл и взбиваете капсулы растворяются разбиваются прекрасно от коктейль вас ребенок выпивает и ему хорошо и вам хорошо не надо объяснять почему глотать эти капсулы почему вот это все три в одном очень удобно можно еще аминокислот свободными на кислоты туда же они тоже помогают хорошо сбивать температуру когда вас не гриппа просто орзе все тоже хлорофилл серебро колострум колострум смарт-милл ицетин просто вопрос когда вас не идентифицированное орзе но не забывайте что не могут быть с разными симптомами с разными вот может быть кишечный грипп если это энтеровирусы может быть чем-то еще просто имейте ввиду что они могут дать разную симптоматику просто будьте внимательны смотрите по ситуации ветрянка все тоже самое плюс наружи по пузырькам чайное дерево в смеси с кремом какао кто-то говорит с релаксом кто-то говорит с какао но всем хорошо вот так вот смешать сначала чтобы чайного дерева было немного и прекрасно пузырьки подсыхают дети выздоравливают если вы конечно их кормите тем о чем мы говорили раньше по поводу гриппа просто орзе и так далее корь корь это очень интересный инфекционный процесс у которого есть длительный период гипертермии долго держится высокая температура изнурительно долго я не представляю чтобы две недели при температуре 40 и выше градусов например вы могли спокойно прожить на аспирине упаси боже ни в коем случае это риск синдрома рея парацетамоля не дай боже это риск печеночной недостаточности везде где печень пересаживают и пересаживают по двум причинам первая алкоголь вторая парацетамол потом предистал почета пустой 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 аж на третьем месте вирусы понимаете так вот не аспирин не парацетамол не упаси боже анальгин здесь просто так вы не возьмете две недели и не будете давать своему ребенку или даже взрослому взрослые курю еще тяжелее болеют поэтому пожалуйста я вам три раза поставила хлорофилл раз и два и три по той простой причине что без него не обойдетесь и все что шло в теме как кормить ребенка во время гриппа или просто урза здесь тоже запредельно актуально краснуха чем раньше переболеете тем лучше имеете где-то компанию родственников которые или друзей которые краснуха болеют бегите туда всей семьей и болейте заражайтесь и болейте особенно девочек туда впихивайте в англии прошлые века были очень модны коревые посиделки ребенок заболевал краснухой к нему туда подбрасывали толпу молодежи они там общались такой молодежной тусовки кроме того что весело больному еще хорошо тем кто рано заразился и рано переболел потому что краснуха особую опасность представляет для беременных просто краснуха у ребенка может протекать но так ну сыпь но немножко там похулиганил немножко такой гиперактивный побегал если температура повышалась ничего страшного ничего страшного правило краснуха протекает благоприятно у всех кроме беременных но чем раньше вы заболеете тем лучше тем больше и счастье вообще чем раньше в детской инфекции перенесли со своим ребенком я понимаю что это страшно очень не смешно когда ряд наш садик закрыть на карантин у нас свинка ребят какая свинка какой карантин кто-то там заболел туда впихивать из своих детей чем раньше тем лучше потому что большинством детских инфекций болеют один раз в жизни при хорошем иммунитете но с оговоркой да что ветряная оспа это поясывающий лишай как риск мононуклеоза то синдром хронической усталости я вам вопрос в том что краснухой и корью лучше заболеть как можно раньше витрянка тоже желательно пораньше особую опасность краснуха представляет для беременных корь тоже для беременных крайне нежелательно поэтому особенно девочек постарайтесь внедрить высшее общество вот в тот свет который болеет войдите в контакт с больным сходите в гости проведайте больному хорошо и вам лучше чем раньше переболеете тем лучше особенно если у вас под рукой чистый колостром с украинского рынка хлорофилл серебро смарт-милл бифидозавры и иже с ними новая инфекция это всегда новая болезнь как правило кроме грудного младенца у которого есть натуральный колостром в составе маминого молока пользуйтесь таким ресурсом как наличие готовых антител в составе чистого колостром с украинского рынка всю нашу жизнь сколько мы живем мы боремся наша иммунная система тренируется борется с инфекциями накапливает опыт она его нарабатывать вы не можете ее в его ввести даже когда вы вакцинируете это все равно опыт борьбы с инфекционным агентом это кусок инфекционного агента если эта вакцина дохлая убитая это живая вакцина неважно это борьба и ваша задача эту борьбу не ограничивать питать защищать и детоксицировать это значит поддержать если вы очень больны вам крайне нежелательно сейчас допустим если у вас какой-то инфекционный процесс как-то респираторная инфекция вот сейчас вам эта свинка абсолютно не в тему и вы не ходите туда где есть больной ребенок вы имеете право но вы имейте ввиду что второй шанс заболеть свинка у вас может быть в 40 лет вашего ребенка в 50 лет или с внуками он будет у вас болеть с его внуками понимаете какая штука то есть вы оставляете человеку шанс переболеть этой детской инфекции еще в будущем и вы к этому шансу встретиться с этой инфекцией заболеть ею пожалуйста добавьте обязательно добавьте возможность использования и на спи в каком бы возрасте вы не встречались новыми инфекциями мы встречаемся с ними постоянно каком возрасте вы не заболевали корью краснухой свинкой ветрянка и ижи с ними обязательно помните что огромный широчайший арсенал возможности которые у нас спи нужно использовать по той простой причине что другого способа среди материальных возможностей вот тех которые есть в питании в детоксикации в защите кроме нсп я просто не вижу вакцинация это отдельная тема в бинар был она сама по себе не защищает она выступает в роли тренажера а ваша задача иммунитет накормить по той простой причине что даже самый прекрасный тренажер может быть бесполезен для иммунитета который ослаблен я говорила вам о том что собственными ушами на защите кандидатской работы посвященной иммунологии особенности поствакцинальной реакции вот в пост чернобыльский период то есть речь шла о том что киевские дети в после чернобыльский период к огромному сожалению в очень малом проценте адекватно реагирует реагирует выработка антител на плановую вакцинацию не больше тридцати процентов детей которые получили вакцины не преступление врач совершил написав что вакцинация была на самом деле не было нет вакцинация реально была сделана но адекватным образом так как мы ждем выработкой антител специфических к этой вакцине отреагировала не больше 30 процентов детей в группе которую исследовал соискатель на эту ученую степень эту диссертацию я нигде не могу найти открытых источниках ее не по нигде не показали и фактически засунули на задний план по той простой причине что вакцинация должна быть эффективна но для нее недостаточно только качественного вакцинального материала для нее должно быть еще наличие детей с качественным иммунитетом который накормлен детоксицирован и может он адекватно отреагировать также из живой инфекции понимаете в чем вопрос и коралловый кальций который сегодня не вспоминала но он нужен и лецитин с омегой нужны иногда ребенку успокоиться нужно hvp и когда он температурит затормозить нервную систему когда он просто перегружен уроками когда вас межсезонье смена сезонов тоже иногда нужно то есть арсенал добавок нсп который вам нужен на самом деле достаточно велик по той простой причине что встреча с инфекциями это постоянно от рождения и всю жизнь наш иммунитет должен встречаться с инфекциями должен им противостоять и противостоять на максимально высоком уровне чтобы иммунитет был на максимально высоком уровне здоровья его нужно питать детоксицировать и выдерживать максимально высокий уровень здоровья всего организма чего я вам от всей души и желаю я вам покажу